СПЕКТАКЛИ СПЕКТАКЛИ А вот в этом спектакле именно затрагиваются те темы, которые у нас, не только у нас, у молодежи, у взрослых живут внутри. Первого источника у пьесы нет. Сюжет, как рассказали создатели постановки, сложился из нескольких этюдов. Некоторые моменты рождались прямо на сцене. Весь процесс постановки составил чуть больше месяца. Однако идея поставить такой спектакль родилась около года назад. Предложение было с моей стороны, потому что мы занимаемся и учимся татарской филологии. Там у нас пишут, там у нас любят татарский язык, то есть работают в этом направлении и охота больше на драматургию. Обратите внимание, сначала были мелкие отрывки, то есть истории про любовь, про мечту детскую, про родителей, а потом все это мы собрали здесь. По словам режиссера, такой формат дуэта на сцене хорошо подходит под нынешние реалии. Много актеров задействовать не надо, обойтись можно без большой площадки. Камерная сцена в Униксе прекрасно подошла под такой миниатюрный спектакль. Это возможность нам, потому что этот спектакль невозможно сыграть в больших декорациях, например, с большим залом, где 100 или 200 человек сидит. Далеко. А этот формат, он камерный. Мы специально хотели, чтобы зрители были рядом, чтобы они чувствовали, и вот это не наигрыш, а внутренние переживания, глаза, чтобы их видно было, и чтобы они все прочувствовали, прожили. Не важно, сколько человек будет на премьере, важнее то, смогут ли они понять смысл того, что актеры хотят донести до зрителя. Человеку нужно общение, поэтому в конце постановки главная героиня все же выходит из своего заточения. Людям нужны люди. То есть человек в заперти, сам в себе, он не может жить, все-таки нужно общение, нужен окружающий мир. И поэтому в конце у нас так получается, что я все же, мой внутренний мир остается здесь заперти, а я выхожу к людям. Лев Диденко, Велета Басова, Универ Ньюс.